Всем большой привет! Я вас витаю, шалом и welcome в сегодняшнее видео. Обычно я снимаю видео в формате прямого эфира, но несколько раз в год я таки снимаю видео в формате видео. И это всегда касается видео с закончившимися за год косметическими средствами, потому что я их хочу разложить по категориям, посчитать, и не хочу занимать слишком много времени именно в самом процессе, как я это делаю. Хочу показать уже такие готовые результаты. Это очень прикольная для меня категория видео, которую я жду снять раз в год, потому что она помогает мне, во-первых, дать какие-то свои отзывы вам по поводу тех или иных средств, уже после того, как я их использовала, дать какое-то ревью и впечатление действительно о том, как это было, было ли это хорошо. И вторая вещь, это, конечно же, посмотреть, каких средств уходит за год много, а каких средств уходит за год мало. Таким образом я знаю, как и чего, и сколько, и где надо покупать. Например, кремов для рук у меня уходит один в год, может быть, два, не больше. Поэтому я никогда не покупаю их впрок. Вот такой примерно подход. И сегодняшнее видео будет про уходовые средства за телом, за волосами и все, что касается ухода за лицом. Я в целом их все сейчас рассортирую, покажу, чего и сколько ушло. И сравню это также, это впервые я буду делать, я думаю, это полезно и удобно так делать. Я сравню с расходом в прошлом году и, по-моему, в 21-м я не делала, потому что я переезжала в другой штат. И в 20-м году есть ли изменения в том, сколько чего ушло за год. Итак, садитесь поудобнее и я надеюсь, что это будет приятное, уютное, интересное видео. Поехали! Итак, так выглядит все это великолепие средства по уходу за телом и за волосами до того, как я это разобрала. А теперь давайте посмотрим, как это выглядит, когда я это разложу по категориям. Вот такая вот теперь у нас тут красота и порядок. И на самом деле давайте посмотрим, что здесь есть. Это все гели для душа. Это была такая линейка у Сифоры. Это очень приятно пахнущий гель для душа был, но он достаточно быстро расходуется. Он такой достаточно более жидкий. Большинство гелей для душа, конечно, любимое мною. Bass & Body Works. Очень классный израильский бренд. Это мне дарила моя подруга Маша. Средства для душа. Body Shop, но не The Body Shop, а Body Shop именно израильский. Тут есть израильская хава, есть Alchemist. Это австралийская косметика. И у нас посчиталось 2, 4, 6, 8. Допустим, скажем, 10-11 гелей для душа. И сейчас я вам скажу, как это в сравнении с предыдущими годами. В 22-м ушло 8, в этом ушло 10. Я думаю, за счет того, что в этом году у меня было больше, чем обычно, гелей, которые не Bass & Body Works, и они заканчиваются быстрее. Давайте посмотрим, что у нас обстоит здесь с кремами для рук. Кстати, был очень классный крем для рук от Evroche. А, оба эти крема от Evroche. И вот такой вот маленький Evroche. И вот такой вот маленький от L'Occitane. Но я думаю, что вот этот можно посчитать как один, а этот два. И в предыдущие годы у меня заканчивался один крем для рук, а за этот год закончилось два крема для рук. Крема для ног у меня в этом году закончилось два крема для ног. В предыдущие годы я ими не пользовалась, но эти оба мне... Один был в наборе, а второй мне подарили. Чисто поэтому я их использовала. Теперь давайте разберем, что у нас здесь. Это все. Это одно масло для тела, одно бодибаттер и раз, два, три, четыре, пять... Ну, такие большие бутылки. Я бы даже сказала, вместе еще с этими маленькими. Шесть кремов для тела, один бодибаттер и одно масло для тела закончились в этом году. Мы идем дальше. Еще у нас есть Body Scrubs, и их закончилось, грубо говоря, три с половиной банки. Но я должна сказать, что я посмотрела, что в девятнадцатом году у меня закончилось две банки. В двадцатом году закончилось тоже две банки. В двадцать первом, опять-таки, я ничего не снимала, потому что я переезжала. Но я вижу, что в двадцать втором у меня не указаны вообще никакие Body Scrubs, а тут аж четыре. Поэтому я думаю, что какие-то из них были на последнем издыхании в двадцать втором году. И это, грубо говоря, то, что закончилось за два года, а не за один. Как-то так получилось. Мы идем дальше. У нас шампуни. Раз, два, три, четыре. Ну, это я не считаю, это просто интересное средство. Мне именно этот шампунь не подошел. Это такой шампунь в форме пасты. Многим он нравится, но мне он как-то не очень подошел. Зато мне очень понравился вот этот шампунь. И я думаю, что я его повторю. И этот был классный шампунь. Я сначала получила такие, как пробники шампуня-кондиционер на один раз. Они мне оба понравились. И я купила сначала шампунь, а сейчас вот еще и кондиционер. Этот уже был хороший шампунь. Ну, и это классика жанра. Эти все шампуни мне понравились. Вот этот шампунь, Dry Shampoo, я вообще очень редко пользуюсь Dry Shampoo. Но он мне все равно не понравился в любом случае. В прошлом году у меня закончилось пять шампуней для волос. В 2020 году четыре. И в 2019 шесть. То есть примерно вот от четырех до шести банок в год у меня и уходит. И что у нас осталось в этой категории, это средства для волос. Это кондиционер, который продается в Коско очень классный, плотный, как маска. Единственный его недостаток, что в конце бутылки он очень плохо уже выходит. И я его перекладывала в пустую банку с под вот этой маски, чтобы его закончить. И вот это мне не очень было прикольно. Я не люблю вот эти все дела. Там перекладывать, перемазывать, что-то там отрезать, переносить. Я это не люблю. Поэтому вот этот нюанс мне не понравился. Это очень классная маска для волос. Я уже ее и покупала, и получала на обзоры когда-то. И я прямо очень ее люблю. Хорошая маска для волос. Такой-то небольшой кондиционерчик. Это маска для волос из новой линейки Лореаль. Я ее получила на обзор от Инфлюенстера. И мне не понравился ее запах. Она, во-первых, пахнет такой юнисекс. Очень аромат. Это не моя история. А во-вторых, она, мне кажется, недостаточно плотная, недостаточно питательная. Для моих, опять-таки, предпочтений. И мне она не подошла. Я ее покупать снова не буду. И еще у меня было вот такое средство. Поэтому все это вместе считаю как два кондиционера и две маски для волос. И таким образом это вот все средства по уходу за телом, которые закончились за 2023 год. Давайте я их уберу и разложу средства для лица. Так, а это все великолепие у нас. Это все уходовые средства для лица. И давайте я теперь их всех разберу и пройдемся по ним. Итак, тут вот всего немного. Вот так оно все разложено. И давайте посчитаем тоники. Две большие бутылки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть маленьких. То есть, пять маленьких. Ну, можно сказать, грубо говоря, раз, два, три, четыре, пять, шесть. У меня ушло шесть бутылок тоника, потому что вот это вот и вот это я посчитаю как одну вещь. И в сравнении с прошлым годом у меня ушло примерно столько же. Просто тяжело говорить про тоники, потому что один тоник может быть вот такой вот, в котором 100 миллилитров, а другой тоник может быть вот такой вот, в котором 480 миллилитров. Поэтому как-то так. В среднем у меня ушло в том году где-то литр 300. И это было четыре бутылки тоника, поэтому расход тоников не изменился. Вот такое одно средство от воспалений, которое точечно нужно наносить. Мне оно понравилось не особо, поэтому я купила себе в этом году от Sephora. И от Sephora мне нравится больше. Теперь идем к серумам. И у меня ушло много серумов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять бутылок серума. Вот как-то много я ими пользуюсь. Но нужно признать, что вот эти, например, три, они такие плотные, а вот эти вот все были очень жидкие. Они такие как водянистое масло такое. И вот это средство от Guerlain очень похоже на вот эти средства от Sephora. Просто средства от Sephora значительно дешевле, во-первых. А во-вторых, в них нет меда, у кого аллергия на мед, вам вот это не подойдет, потому что здесь есть мед в составе, а там его нету. Ну и опять-таки, одна вот эта бутылочка стоит, по-моему, как три или все четыре вот эти. Поэтому я очень рекомендую это средство. Сейчас его выпустили в новой упаковке с темным стеклом. Там, возможно, немного изменена формула. Я еще новую формулу не пробовала, но это прям очень мною любимая. В прошлом году у меня ушло 14 серумов. Это очень странно, прям много. В 2020 году у меня ушло 7 серумов. Поэтому, да, как-то вот по-разному от года к году не приходится. Но я думаю, сейчас за счет вот этих средств тоже их как-то так побольше, чем в некоторые предыдущие годы. Но вот этот серум, это просто моя любовь. Давайте посмотрим дальше на крема для лица. Такая большая маска. Water Sleeping Mask. У меня ушла от Laneige. Она мне понравилась. Надо ее купить снова. Вот это средство мне очень понравилось. Pore Refinery от Bioderma. Я его покупала в Израиле, когда мне задержался чемодан. И я думаю, что я даже чуть дешевле, наверное, куплю его здесь у нас. Но это классный крем для тех, у кого жирная кожа. Вот такой вот у меня был мини-крем Water Drainage от Peter Thomas Rose. И он мне очень понравился. Я купила полноразмерку этого же крема и использовала его тоже. От L'Occitane. Хороший джель-крем. От Barbra Strum. У меня был в наборе. Я не покупала настолько дорогую косметику. И он был окей. То есть восторг. И почему покупать его за огромные деньги я не поняла. Этот крем от Estee Lauder был окей, насколько я помню. Но тоже без особого восторга. Это мною очень любимый. Я уже купила себе большую банку. Просто Water Gel от Clinique. Такой вот мини-крем. Тоже был, кстати, очень неплохой. Надо, может быть, его купить. И хороший тоже был крем для лица от... Не знаю, как читается эта фирма. Правильно, Борси. Наверное. Итого имеем раз, два, три, допустим, четыре, пять, шесть, семь кремов для лица. Да, ушло за год, грубо говоря, шесть-семь, я бы сказала. И, вы знаете, я посмотрела, у меня и в прошлом году ушло... Нет, в прошлом году ушло больше. Почему-то ушло девять-десять. А в двадцатом году ушло... Фейс-крем с девять. То есть у меня как-то ушло меньше кремов для лица. Я думаю, за счет того, что вот тут 70 миллилитров, это большая банка. Так, мы идем к умывалкам для лица. Но я подумала, что, возможно, у меня ушло чуть меньше кремов для лица. Еще потому, что я более интенсивно стала пользоваться серумами. И наносить больше серума и меньше крема. Может быть, поэтому. Но, вроде бы, кожа на это хорошо реагирует. Давайте посмотрим на умывалки для лица. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И вот такая вот пудровая. В принципе, они все. Все хорошие. Вот это особенно, наверное, хорошая умывалка для лица. Это меня напрягало, что она пахнет очень по-медицински. Хорошая умывалка для лица. У Сифоры, кстати, дешевая сердито. И я очень люблю вот такой вот умывалка с легким скрабирующим эффектом. От Клиник всегда ее покупаю. И она у меня сейчас тоже есть. И также мне очень нравится вот такая умывалка с скрабирующим эффектом. Тоже от Клиник. Сейчас у меня ее нету, но я ее куплю. То есть, вот эти два средства, вот этот крем и вот эту умывалку, я хочу повторить. Забыла я сказать, что в том году у меня ушло семь умывалок. В позапрошлом пять. То есть, я больше стала пользоваться умывалками для лица. Я не знаю, как так. Может быть, потому что я сейчас работаю на полную ставку и каждый день встречаюсь с клиентами. И пользуюсь больше макияжем, более интенсивно умываю лицо, чем во время, допустим, ковидных годов. Да, 21-20-й, не знаю. Итак, идем к кремам для глаз и серумам. У меня здесь три серума. Раз, два, три. И три крема. Причем один из них в миниатюре. Вот. У меня еще закончилось такое вот средство. Я не знаю, в какую категорию его было бы правильно отнести. Это просто салициловая кислота, к которой я добавляла всякие крема. Поэтому даже не знаю, куда это записать. Просто покажу. Возвращаясь к теме глаз. В прошлом году у меня ушло четыре крема для глаз и два серума. В этом году ушло три серума и три крема для глаз. Я думаю, я больше стала пользоваться серумами, чем пользовалась ранее. Бальзамы и маски для губ. У меня ушли маски, бальзамы. Возможно, часть я положила в декоративную косметику. Как-то мало. У меня тут только две, два бальзама для губ. Очень странно. Нет, маска, одна маска и один бальзам. Кстати, бальзам был очень-очень хороший от Basin Body Works. Но упаковка была не очень хорошая. И она облазила. И немножко даже на руках оставалось этих блесток. Мне это вот не понравилось. И тут еще такой скраб от Mary Kay. Не очень мне понравился. Но мне кажется, я положила большинство срез для губ в декоративку, наверное. Потому что это как-то странно. Но окей. Закончилось. Раз, два. Два средства для губ. Две маски. Нет, маска и бальзам. Вот так вот. В том году я это не вносила в отдельную категорию. С этого года решила начать. У меня закончились две пачки капсул таких для лица. Как, не знаю, наверное, это я вносила просто в категорию серумов. Потому что я их не нахожу. Одни это Elizabeth Arden. Не мои любимые, но в принципе неплохие. И другие от Number 7. Я вообще очень хорошо отношусь к косметике Number 7. И много всего мне от них подходит. Но именно вот эти вот капсулы. Я одну из них сохранила показать. Именно эти капсулы мне не понравились. И я их не рекомендую покупать. От Elizabeth Arden может быть не именно вот эти. Но в целом я очень советую присмотреться к ее капсулам. Они классные. Идем дальше. И у нас тут возникают маски для лица. С масками для лица у меня вечная проблема. Я очень мало ими пользуюсь. И у меня здесь такие, грубо говоря, четыре маски для лица. Но, как вы видите, они все в неполноразмерном формате. Поэтому я бы их посчитала как две, наверное. И я думаю покупать на зиму вот эту маску в мини-формате. Она есть большая и маленькая. Поскольку я мало пользуюсь. Мне хватит маленькой упаковки. Вот эта маска Rose Faith Mask от Fresh. И last but not least, что у меня осталось, это всевозможные патчи. Я очень большой, очень большой любитель патчей. Я очень много пользуюсь патчами под глаза. И каждый раз, когда мне не нужно с утра бежать на работу, например, я работаю удаленно. И у меня есть хоть какое-то время утром до макияжа побыть с патчами. Я всегда-всегда ими пользуюсь. А вот что у меня закончилось. Ну, во-первых, я очень люблю патчи от Peter Thomas Roars. Они, конечно, дорогие. Я их покупаю на всяких распродажах, скидках, в наборах и так далее. Не по полной цене никогда. Но стараюсь по возможности их купить. И у меня закончились три такие банки. Две одинаковые. Это Healeronic Cloud. Классные патчи. Мне они очень нравятся. И один это Cucumber Detox. Тоже мне понравилось. Вообще все их патчи мне нравятся. Потом у меня закончилась одна пачка от Derma E. Одна пачка от... Вот этот вот бренд. Это, по идее, дочерний бренд Skincare от Colourpop. Это was ok. Закончились еще вот такие какие-то. Я не помню корейские. Я не помню, откуда они у меня взялись. Или мне их подарили. Тоже закончились. И вот эти вот классные. Хочу их показать. Их, правда, здесь меньше. Их тут 8 пар всего. Но, с другой стороны, они стоят 5 долларов. И они продаются у нас в Marshalls, в TG Maxx. И у меня закончились две такие пачки. Не очень удобная у них упаковка. Но все равно они мне очень понравились. Скажем так, после фирмы Peter Thomas Rose. И после их патчей эти у меня на втором месте. Все остальные мне нравятся меньше, чем вот эти. Итак, в 2022 году у меня ушло 6 пачек патчей. В этом году ушло, грубо говоря, 7. Примерно то же самое. Из всех этих многочисленных наблюдений я могу прийти к такому выводу, что мне можно покупать очень много патчей. Очень много гелей для душа. И очень много тоников. И еще, пожалуй, чего еще? Много гелей для душа, много тоников, много патчей. А, и много умывалок для лица. Вот такой у меня получается подсчет по тому, что я сейчас посчитала. И мне это действительно помогает ориентироваться в покупках. Поэтому я думаю, что если вы будете примерно знать, сколько у вас в год уходит того или иного продукта, то вам будет тоже удобнее ориентироваться по покупкам. И вы будете знать, допустим, на каких-то распродажах нужно что-то купить. Или вы будете понимать, что этого средства вам больше не надо. И таким образом вы купите не больше, чем вам надо, и не по полной цене. По-моему, отличное сочетание. Столько, сколько надо, и дешевле рыночной цены. Напишите, сколько уходит у вас средств в этих категориях, чего у вас уходит намного больше, чем у меня, чего уходит примерно столько же, а чем, может быть, вы вообще не пользуетесь, если у вас такой категории вообще и нету в том, что у вас идет в расход. На сегодня, пожалуй, все. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал, ставьте лайки, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы увидеть уведомления о новых видео и прямых эфирах. И также хочу еще раз напомнить, что большинство контента на этом канале выходит в формате прямых эфиров, а не видео. Поэтому все эти видеоматериалы сохраняются в вкладке live, а не в вкладке видео. На сегодня, пожалуй, все. Ну а пока, пока!